А для вас Карамзин это историк, прозаик или поэт? О том, что Николай Михайлович писал многогранные и теплые стихи, знают немногие. Для большинства он только автор государства российского. Просветить жителей города взялся дворец книги. В 250-летию классика они запустили поэтический марафон «Читаем Карамзина вместе». Влечет людей в свои объятия и силу и отвагу, и жажду чистого труда, и пылкую любовь к отечеству и благу. Прочитать любимые строчки из произведений нашего великого земляка могли все желающие. Ну а для тех, кто стихотворение Карамзина видел в первый раз, работники библиотеки подготовили книжки с закладками. Мы решили провести поэтический марафон «Прочитаем Карамзина вместе». Люди, которых мы пригласили, или просто прохожие, будут читать стихи Карамзина, и я надеюсь, что это им будет всем интересно. Приняли участие в марафоне известные актеры Ульяновского драматического театра Максим Копылов и Кларина Шадько. Я в бедности на свет родился, и в бедности воспитан был, отца в молодечестве лишился, и в свете сиротой жил. Ее любимое стихотворение – резюме. Но читала Кларина Ивановна, впрочем, выбор жениха. Он оказался созвучен в спектакле «Бедная Лиза» Ульяновского театра драмы. Мне кажется, это наша не обязанность ни в коем случае не вручать. Мы обязаны, мы должны, это наша история, это мы, это наше прошлое, это наше будущее, это наше настоящее, это просто наше интересное. Это так открывает, мы открываем Карамзина. А вот Максим Копылов выбрал более веселое и парадичное стихотворение – застольную песню. Рюмки наливайте, лейся через край вину, все до капли выбивайте, осушайте в рюмках дно. Мы живем в печальном мире, всякий горе испытал, в бедном рубище, в порфире, но и радость Бог нам дал. Вдоволь начитавший стихов в сквере Карамзина, поклонники классика переместились к памятнику буквы «Ё», с которой имя нашего земляка так неразрывно связано. Други, время скоротечное, и не видишь, как летит. Молодыми быть не вечно, старость вмиг нас посетит. Что же делать, так и быть, в ожидании будем пить. Пусть арак ума убавит между нас, у остряков. Он сердца зато заставит говорить без колких слов. Лучший способ дружно жить – меньше врать, а больше пить. Марафон продлился несколько часов, и в нем приняли участие десятки жителей города. Ну а если вы все еще не знакомы с поэзией Николая Михайловича, бегом в библиотеку, не пожалеете. Андрей Творогов, Дарья Кочеткова, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова